доброе утро ребята артемия расскажи куда идем что будет делать не выдавать но уж нет доктор будет выдавать справку ему в садик в грязь не лезь пожалуйста так что мы идем заодно узнаем результаты всех анализов обследований не очень интересно надеюсь там все хорошо что у меня горло садится горло это голос не знаю почему ничего не болит дождик не знаю вечером будет я сегодня утром арену меня уснула на руках а я залезла в свой старый дневник вела я раньше текстовый дневник такой до youtube а я стала читать записи про то как артемий был маленький еще посмотрела несколько влогов где он маленький но так у рыбками я поняла что он был такой же ручной как арина чуть меньше и на руках он еще и в 3 месяца сидел у меня и в 4 короче не носите носить ариша я тоже там во влогах такая у меня было 20 свободных минут за день артемий все время сидела у меня на руках и плакал я такая оооо все понятно и меня стало как-то спокойнее потому что тогда когда он родился я тоже ничего не успевала тоже был беспорядок так что это нормально меня прям порадовал чего ты хочешь спросить а я не смотрела про 5 месяцев там на полу валялся уже игрушки рассматривал вот так что такая ностальгия у меня была вчера вот эти влоги смотрела сегодня я читала про него но он засыпал не на руках лучше она вот прям более ручная девочка поэтому что сколько ой я не знаю посчитай сам надо 5 умножить на 12 и прибавить еще полгодика примерно даже больше тебе уже скоро шесть лет уже скоро взрослый мальчик будешь я не знаю наконец-то мы пришли писать заявление о прикреплении к поликлинике все документы есть документы забрали идем пока оформят это все дело потом пойдем получать посылку не посылку это знаешь чего это твоя рабочая тетрадь для садика пришла надо забрать потому что мы не смогли найти буквы еды не было еще одну заказала в читай городе она еще едет всего четыре тетрадки вот эта третья приехала сейчас четвертая где четвертая тоже едет через пару дней приедет а может через пару часов может быть не знаю мы справились мы заполняли заявление что арена прикреплена система ниппель ты идешь из поликлиники соседние а то что выкинуть пройдем от поликлиники здания поднимаешься на 2 этаж заполняешь заявление берешь заполненное заявление идешь обратно в поликлинику на второй этаж подписываешь у заведующий спускается снова поднимаешься на второй этаж в соседнем и здании тебя принимают документы косreated спускаешься снова идешь поликлинику сдаешь в регистратуру квест выполнен все это с ребенком на руках Ходить недалеко Вот поликлиника Вот это здание Моя спина отвалилась Потому что это все сорили на руках Там, естественно, пандуса нету Куда там ходить Но мы это сделали И очень хорошо, что Артемия Все хорошо С кардиограммой Так радует, невероятно Теперь идем по делам Надо сначала заглянуть в аптеку Мы зашли в перекресток За арбузом Но купили на 800 рублей Всякого раз Там были перцы по скидке, нектарины Причем через приложение, я смотрю, нету скидки Если продукты заказать Дай куплю все-таки Ну и перекусить, потому что есть уже охота Давно гуляю Так что Потратились И арбузы начали дорожать Все, сезон кончается Предыдущие я покупала по 13 рублей килограмм А теперь уже 25 рублей килограмм Так что Скоро мое счастье закончится Перейду снова на яблоки Робот-пылесос там мне пылесосит Надо мне еще полы помыть Надеюсь А я сижу И выбираю Что заказать Вон, Арина, смотри Помидоры со скидкой Так, помидоры Взяли Да, давай закажем Будешь маме помогать? Заказывают Не одна ты и чихаешь Ты что, спать хочешь уже опять? Да, лежала Тут убирала Потом у меня на руках сидела Сейчас уже на чувака призничать А я ее одела в штанишке Артемия Это его Вон она Ой, ой, ой Недовольная какая девочка А чего ты недовольная? А? Еще поесть, наверное, хочешь, да? Так, поспала утром Уснула у меня на руках И я ее переложила А потом вот мы пошли гулять И она спала С 9 утра Да Почти до 12 А, ну правильно Сейчас час 10 Тебе пора укладывать Ой, как зевается Так, пойдем-ка тогда укладывать И переводивать нехорошо Развиваешь, значит спать пора Малявка Малявочка Вот-вот уберу часть вещей Которые будут, ну, маленькие 50-го размера Прям, не знаю Сегодня-завтра Может, что-то в последний раз наденет И уже 56-й размер будет у тебя В полтора месяца Ну, почти в два Перейдем на 56-й Наконец-то Маленькие у меня дети получаются Я помню, Артемия Когда ждала Мне все писали Не покупаете 50-го размера Типа вообще не наденете У меня вон дети По полтора месяца В 50-м размере ходят Крошки Икрошки Маленький крошечный цветочек Да, все Все, пойдем укладываться Спать хочет человек Они вкусные Эти не такие вкусные, как те Желтые Гречневая лапша не такая вкусная Как обычные макароны Да Я не хочу два вида макаронов Видать, ты будешь пробовать разное А то ты так избирательно к еде относишься Чтобы страшно становится Открываешь Накрывай Накрывай Пустая, но не такая Вкусная, но не такая Гречневая лапша Лапшок Уложила я Аришу Наловчилась, как ее укладывать Чтоб она не просыпалась при перекладывании Короче, на подушке у меня спит Не совсем правильно Но получается она как будто у меня на руках Ее мягко, тепло, не просыпается Ну такие, на короткие сны Естественно, ночной сон по-нормальному будет спит Так Сейчас буду готовить овощи Ой, овощи это Курицы Куриные бедра Сейчас томат нарежу Нарежу перчик в парочку Еще лук Не знаю Сюда еще морковку натереть, конечно Если что, перцы уже были мытые Поэтому так оплоснула Как-то не очень тщательно Еще хочу кунжутом посыпать У меня тут лежит Это в туалет Я еще отруби заказала Мне понравилось в беременности Я же покупала отру Они прям вкусные Вкусные Когда она плеснется Наверное, будем делать Электрофорез Надо будет вообще Подготовить для этого Вот Короче Потемнело И пошел В дождь Огромная туча пришла Было светло Прям солнышко светило Сейчас мы даже включили свет в коридоре Видите, как в коридоре светло А у нас тут темнее Ну, камера высветляет И я сейчас ем Почти поела Это чтобы мамушки не светило Да Единственный гарантированный способ Поесть не бегая туда-сюда Она заснула Вот так вот у меня на подушке Я даже не стала ее переносить И просто спокойно ем и читаю книжку Потому что если я ее переложу Она опять проснется Кажется на нее упал кунжут Видитая малышка Я ее вытянула Да надо это У меня было полотенце Которым я вот так вот накрывала Чтобы на нее еда не падала Надо заново принесать Ты его убрала А мне его Хочет принесут Ну ты не достанешь там что-то Надо новое будет до стола Чего устал Разбудил меня сегодня Такой Я ее кормила в 6 утра И Артемий такой Мама И говорю спи Он Мама Короче он не спал А я проснулся Позвол тебя Не проснусь Опять засну Проснулся Ты кормишь ее Опять засну Папа Встал Да И мы все проснулись Через утро Я целых По-моему два или три раза засыпал От брата Жаворон Жаворон Вот вы меня спрашиваете Некоторые Почему я так рано его укладываю Ребята Он сам просится спать И он полдевятого засыпает просто мертвецким сном Его не переделаешь Вот он такой Меня из ушки не разбудит Да Он сначала когда он был совсем маленький Катарина Я его укладывала в одиннадцать Она тоже в одиннадцать сейчас Вот у нее одиннадцать Полдвенадцать во время отхода ко сну А потом я помню что когда ему было полгода Он вставал в пять утра Потом стал вставать в шесть Потом все таки в семь Так и живем все эти годы То есть вот такой Когда ты говоришь Нарежь пожалуйста сына И еще Вера тебе нарежет Хорошо Алина Ночь я могу подать Я сама зайка У меня здесь Так что я не знаю Какой будет Арина Я надеюсь они совпадут по режиму Потому что это было бы удобно Теперь я уже не хочу ребенок вставать Потому что уже все Уже перестроена А почему ты не хочешь с тобой У меня уже тоже с тобой встала Жаворон В шесть утра я не всегда хочу вставать Но все Это пожалуйста Ой боже мой Как у меня болит спина Это кошмар Зато Если бы она Если бы ты ее провожила Ты бы сейчас не кушала А укладывала Да Она вкладывала Что она спать Вот проснется Если это будет до логопеда Который Аркемия То тогда я ее делаю Электрофорезную Я ее вообще не успела изменить Вообще как не так А что я ушла А я хотела Еще Потушить еще овощей Ну и потушила Ну и потушила Иногда Не надо Рис Я поставила В кастрюлю А почему нарисовано Что Где тучи Там все затоплено Ну просто дождик нарисован Моя карта Открыли Открывается Вот так вот Где-то выглядел Я по этой карте Смотрю Вот получается Что сейчас Сейчас мы обновим Подожди Зайка Да что там показывать Там то что делает Вот Сейчас он рисует Вот так Мы находимся вот здесь Вот Сестрорецк Ветя Мы подождем И дальше Можно вот так вот Смотреть На два часа Вперед А папа подождет Папа скоро будет Подождем Тихо и не качаем Вот За окном У нас не просто дождь И начало все желтеть Уже осенью Так пахнет Я надеюсь Будет золотая осень Чтоб пофоткаться Я люблю Фоткать Чего Еще сыра Сыроед Сыроед Да Сыроед Ну да Отлично Папа Сыроед Сыроед Держи Так Ладно Доем Уже Я уложила Артемия Ну как Он сначала Позанимался Солгопедом Я в это время Занималась Ариной Она уснула У меня На коленях На кровати Я сидела Вот И потом я Будь здорова Будь здорова Будь здорова Будь здорова Красотка И потом я почитала Артемию книги И читала Этого Вот эти сказки Про Братца кролика И братца лиса Я читаю И я понимаю Что мне так тяжело читать Мне язык заплетается Глаза закрываются Текст двоится В общем Читала минут 15 Говорю Я не могу больше Включила аудио сказки Артемий с беглосом Выключил свет Я не вставала Потому что Арина На мне спала И не хотела Вставать Чтобы не будить ее Потому что По ней было видно До этого Что она хочет спать Но Знаете Когда ребенок просыпается Но он не выспался Он такой капризный Глаза трес В общем Я не хотела ей мешать спать Мы включили аудио сказки Дальше я проснулась Через час Потому что Арина проснулась Артемий Естественно Дрыгнет Давным-давно Там какая-то Тысячная Посчитала Сказка Подкаст Включился Не знаю О чем Ну и в общем Арина проснулась И вот мы Пошли сюда Ее покормила Сейчас она будет гулять Еще где-то час Надо будет ее Искупать В это время И потом Надеюсь Она уйдет в ночь Потому что сейчас Часов сколько Ну сейчас Девять Она обычно в одиннадцать Уходит в ночь Не знаю Может в двадцать раз в девять Уйдет Может впишемся А если не впишемся То значит в двенадцать Уйдет в ночь Но в любом случае Я хочу сейчас умыться Смыть косметику Пойти что-нибудь Перекусить И быть готовой Уже как будет Но поспала я знатно И добрала то что мне То чего мне не хватало Арина сейчас сидит В автокресле Мне тут Увидела И подумала Чего я торможу Просто Альшерова принес домой Думаю Это же отличная альтернатива Шезлонга Которого у нас нету И пока еще мы не привезли Этот стульчик Для кормления С дачи куда я ее планирую сажать Чтоб она рядом сидела Но Скоро уже привезем В общем вот она сидит И чуть-чуть качается Думаю Туда-сюда вообще хорошо Думаю Как раз Чтоб сажать ненадолго Да там 15-30 минут Идеально Сейчас покажу Вот Ну что Домашний вечер у нас такой Вот Видите как сидит Пеленку подложила Потому что у меня нет доверия К подгузнику Который на Арине Они иногда протекают Автокресло стирать не хочу Ариша Арина Арина Здравствуй Ой здравствуй Здравствуй Ты моя хорошая Как у тебя комплекс Оживления при виде мамы Да Ты Выспалась Золотце моё Ты сейчас Не хочешь спать? Как ты ножками Трыкаешь Я её Переодевала Задень Сегодня Раза четыре Наверное Вон так Подгузы сегодня Что-то не хотели Держать всё это Да? Ариша Такая хорошая девочка Ты такая хорошая девочка Побежала Да? Побежала Пускакала Радость моя Вот так Да Вот так Ногами Молодец Старайся Умница Сушилка прикиньте Три дня уже стоит Там готовая пастила Я просто не могу её никак оттуда вытащить Потому что начинаю доставать Но там надо отлепить От бумаги Разрезать И тут Арина каждый раз просыпается И я вообще никак А тут вот Удачные яблоки-то ждут Пока я их засуну Но я это сделаю Ну а пока Хорошо, что пастила там не портится Так и стоит там Да? Ой! Точно надо маме умыться Пока ребёнок плачет Разговорилась тут у меня Бла-бла-бла Как будто у меня нет маленького ребёнка И знаете чего? Я ещё ковырялась в телефоне Чистила память Я поняла, что Я опять кое-что не вставила во влог Я засняла Как мы Что я делаю Когда я с двумя детьми Куда-то еду Вот в тот день Когда я к Марине в гости ехала Я засняла Как мы запаковываемся в машину Поэтому предлагаю вам сейчас Этот кусочек посмотреть И собственно на этом я влог закончу Так что вам приятного просмотра До минутки там будет видео Я пошла умываться А мы увидимся завтра Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok